Всех приветствую, дорогие друзья! Решил записать видео на проект PANDIX. Это интересный проект, очень актуальный, и он меня заинтересовал. Сейчас вы поймёте, я вам вкратце попытаюсь описать, что это такое и какие здесь условия вообще в принципе. В общем, PANDIX – это официальный сайт, вот на вашем экране, я ссылочку оставлю в описании. Здесь, к сожалению, нет русского перевода, но всё предельно понятно и ясно. В общем, что такое PANDIX, сейчас вкратце вам объясню. PANDIX – это уже в принципе готовый продукт для использования, это своего рода терминал, который даёт возможность, благодаря их карточкам, рассчитываться криптовалютой. Покупать криптовалюту, продавать, в общем, открывает вам новые возможности и расширяет сферу вообще криптовалюты. В общем, просто на данный момент, на сегодняшний день, криптовалютой рассчитывается не так уж много людей, всего лишь 1% – это криптовалюта из всех возможных средств оплаты. Что можно сказать по поводу этого проекта ещё? Какие возможности он даёт, какие его плюсы? Давайте открою BitcoinTalk ветку. Есть русскоязычная ветка BitcoinTalk, также есть Bounty ветка, здесь же она вот, есть оригинальная англоязычная, все ссылочки оставлю вам в описании. В общем, одна из задач проекта – это дать возможность упростить расчёты криптовалют вообще, в принципе, и дать возможность каждому, то есть спокойно рассчитываться безо всяких проблем. Гарантия безопасности также есть. Покупка криптовалюты должна быть такой же простой, как покупка воды в бутылке. Это их, как бы, их, я не знаю, как сказать, не лозунг, а их объяснение своей вообще платформы, для чего она вообще предназначена, вот, в двух словах, грубо говоря. Пандик заключается в том, чтобы сделать покупку криптовалюты такой же простой, как покупку воды. На примере мы хотим, чтобы пользователи покупали или использовали криптовалюту в любое время и в любом месте. То есть упростить и привлечь как можно больше людей к данному продукту, вообще к данному терминалу, скажем так. И не просто привлечь людей, чтобы они пользовались на свой страх и риск, а именно дать им гарантии, что это все защищено и у вас, вам ничего не угрожает в такие, например, в такие угрозы, как мошеннические угрозы. То есть никаких, никакого здесь, так сказать, обмана не существует. Ну, нет вообще, в принципе. И, в общем, доверять в первую очередь Пандиксу и не бояться оплачивать что-либо и быть, как бы, жертвой для мошенника, в общем. Система, в принципе, должна быть надежной и очень доступной для каждого. Каждый, здесь вот есть видеоролики, сейчас я вам покажу, вот, видеоролик, как это все будет происходить, Hello, everyone. Today, we will demonstrate to you how to use a 20xPASS card to purchase cryptocurrency. Let's just purchase Ether from the list of cryptocurrency. We are buying 0.05 Ether, and the price is 180,000 rupiah, which is about 15 US dollar. The price is locked in for 30 seconds. Now, I chose the payment method. Ну, я так понимаю, каждый, в принципе, видит и понимает, какая идея у них, и что это за терминал. Такой вот их карточка. И переводы средств осуществляются неимоверно быстро и очень надежно. Вот их партнеры здесь указаны на главном сайте. И ICO стартует через 18 дней. Основной токен сейл. Уже был пресейл. Как он закончился, можете узнать на Bitcoin.Tolk ветке. Вот данная Bitcoin.Tolk ветка. Есть оригинальная Bitcoin.Tolk ветка англоязычная. Вот здесь она, в принципе, точно такая же, как и русскоязычная. А здесь ничего такого нет. Вот команда, собственно, можете ознакомиться с командой. 14 людей, в общем. Советники. Вот детали. Давайте на русскоязычной ветке я вам... Сторонники. Детали ICO. Первый этап. Это дополнительный пациент. 15% токенов. Второй этап. 10% токенов. Третий, 5%. Четвертый этап отсутствует. В общем, 30 октября начинается... А, это присыл. Детали присылывают 7 октября. И если вы хотите учесть первеначащегося в ICO, вам просто нужно перейти на главный сайт и... Вот. Нажать вот эту кнопочку и все. Как по мне, очень полезная вообще штука. Проект актуальный в наше время и заслуживает внимания. Как бы популяризация данной... Данного терминала... Необходимо просто. Я считаю так. Здесь вся информация по поводу ICO. Вот дорожная карта. Вот здесь все поэтапно расписано. Опять же, команда. Ну, что еще можно сказать из основного, что я упустил. В общем, главная задача сейчас у проекта – это привлечь инвесторов. И, как бы, продукт уже готовый, в принципе, для использования. Осталось только популяризировать его. И на это, естественно, нужны средства. И часть средств идет на рекламу, на доработку, в общем, на расширение границ. Вот виды карточек. Черная, платина и голд. Два вида терминала, я так понимаю. Также можно принять участие в баунти-компании. Баунти-компании я еще не говорил. Вот здесь есть детали все. Официальная баунти-ветка. Вот здесь на ней ссылочка. А это русскоязычная баунти-ветка. Общий баунти-пул будет разделен следующим образом. Здесь большое количество вариантов принятия участия в компании. Это Twitter, Facebook, Reddit, компания переводов, Telegram. Компания публикации, эксклюзивная поддержка. Подписная компания, 15%. LinkedIn-дил компания. Грейм-конкурс, токен-маркет-конкурс. Я, если честно, все даже не знают, что это такое. Медиум-конкурс. В общем, принятьчасти очень просто в баунти. Вот здесь все формы есть. Все доступно, понятно на русском языке. Так что принимайте участие. Пока есть время. Я думаю, это имеет смысл. Также техническая документация. White paper, так называемый. Вот сейчас на вашем экране. Русскоязычный white paper, что приятно. Можете с ним ознакомиться. Введение здесь. Ну, не маленький white paper, такой, по-моему, на 46 листов. Можете его скачать, если вам интересны тонкость и нюансы данного проекта. Здесь масса просто примеров, где может использоваться этот продукт практически во всех сферах нашей жизни. Решение множества проблем, повторяю. Вот преимущество Pandix. Благодаря своему успешному росту Pandix, имеет множество транзакций других данных, которые привязаны к кошельку или блокчейн-адресу. Тогда как PandiPandi имеет множество данных о пользователях, их имена, профессии, информации о кредитных картах. Вместе Pandix и PandiPandi хранят огромный пул данных, извлечение анонимной информации из которых представляет огромную ценность. Это то, чего другие молодые стартапы и компании не в силах достичь. То есть они гарантируют вам абсолютную безопасность и, я так понимаю, простоту использования это само собой. Вот тут по поводу закона. Все указано, что все в рамках закона, никакого мошенничества, никаких нарушений. Все предельно понятно. И все очень просто на самом деле. Так что принимайте участие в баунти-компании, принимайте, инвестируйте, конечно же, в проект. Он этого заслуживает. Если вас интересует данный проект, то я вам еще раз повторяю, вот здесь можно проинвестировать и получите определенные бонусы. Здесь вот указано по поводу бонуса все. Бонусы, в принципе, неплохие. Так что все зависит от вас. В общем, кому понравился данный видеоролик, ставьте лайки. Рекомендую всем проект Pandix. Ссылочки все в описании. Ставьте лайки. Всем желаю удачи. Всем пока.